Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир и я продолжаю свою тему о незваных и гостях. Предлагаю сегодня поговорить о наиболее распространенных вредителях, которых мы можем встретить на наших подоконниках и как с ними бороться. Подуры. Ногохвостики, велохвостики. Это прыгающие белого цвета, такое шустрое насекомое, которое активно развивается при избыточном поливе. Самый, наверное, безобидный вредитель, который может обитать в цветочном горшке. Он питается растительными остатками и микроорганизмами. Но если вы не предпримите мер по борьбе с ними, тогда да, они могут переключиться с растительных остатков на молоденькие корни и подземные побеги растений. Борьба. Уменьшить полив. После просушки земляного кома они сами исчезнут. Либо любые инсекцициды. Мушка или грибной комарик. С мушками, кружащимися над вазонами с цветами, которые крайне раздражают, я думаю, знакомы многие. Сама мушка, взрослая особь, растениям вред не приносит. Скорее, она вредит нашей нервной системе, наворачивая круги над вазонами с цветами. А вот личинки, маленькие червячки, имеющие грызущий ротовой аппарат, любят лакомиться подземной частью растений. Грибной комарик появляется в вазонах, где почву мы переувлажнили, где почву мы не рыхлим. И тем самым создаем благоприятные условия для откладывания яиц. И самая, на мой взгляд, опасная подкормка комнатных растений – это отходы с нашего стола. Кофе, чай, настой из луковой шелухи и так далее. Все эти подкормки просто обожают мушки с теориды. Меры борьбы – поливать растения только после того, как верхний слой земли подсох, рыхление для того, чтобы исключить откладывание яиц и никакой самодеятельности в виде удобрений с вашего стола. Если мушек развелось уже слишком много, любой инсектицид. Особое внимание мне хотелось бы уделить такому вредителю в горшках, как ни странно, казалось бы, дождевым червям. Буквально на днях я занималась пересадками и готовила грунт. В свой покупной грунт, предназначенный для рассады, я добавляю обычно отдельно приобретенный биогумус, для того, чтобы улучшить состав почвы. Кто не знает, биогумус – это незаменимое органическое удобрение. Так вот, мой пакет с биогумусом состоял из сплошных дождевых червей и огромного количества вредителей. У меня хорошее зрение, и я этих вредителей вовремя заметила. История могла бы закончиться для меня плачевно. Дождевых червей и яйца дождевых червей мы можем приобрести с покупным грунтом. А ведь очень часто пакеты с покупным грунтом в цветочных специализированных магазинах лежат прямо на земле. Обратите на это внимание. Я, например, никогда не беру такие пакеты. Также дождевых червей мы можем приобрести в том же покупном биогумусе. А это уже либо халатность производителей, либо опять-таки условия хранения. Либо вазоны, которые мы заносим в дом с улицы. Либо, как многие предпочитают, готовить грунт самостоятельно, в состав которого входит лесная или огородная земля. Вариантов много. Я не спорю, дождевые черви это суперполезные организмы, но только не в горшках с комнатными цветами. Черви питаются растительными остатками. В горшках их недостаточно. И взрослые особи активно переключаются на поедание корневой системы наших любимых цветов. Ну и не забываем, что черви находятся постоянно в движении и рыхлят почву со всех сторон вазона, делая ходы. Узнать, живут ли дождевые черви в вашем вазоне, очень легко. Если черви есть, значит на поддоне вы увидите продукты жизнедеятельности червей. Так вот, мир борьбы с дождевыми червями я не знаю. Многие советуют погрузить растение в воду на час, и якобы черви выползут на поверхность, либо утонут. Я проверяла этот народный способ на своем вазоне с лавром. Это растение я приобрела по скидке, так как оно находилось между жизнью и смертью, решила его прикупить. Согласитесь, неплохо выращивать на кухонном подоконнике свежий лавровый листочек в суп. Могу сказать, что этот народный способ борьбы с дождевыми червями не работает. Черви не выползли и не утонули. Зато от переувлажнения почвы появились подуры. Пересадкой в чистый свежий грунт мы особо тоже ничего не добьемся, так как от взрослых крупных особей мы избавимся, но останутся их яйца. И ситуация повторится. Проливала я грунт инсектицидами и тоже без результата. Поэтому, кто знает, как избавиться от дождевых червей и их яиц в вазонах с комнатными растениями, напишите, пожалуйста, в комментариях. Заранее спасибо. Нематоды. Нематоды – это микроскопические черви, паразитирующие внутри тканей растений. Различают листовых и корневых галловых нематод. Крайне опасны вредители. При поражении корневой нематодой на корнях образуются вздутия, галы. Корни перестают выполнять свои функции. Растение погибает. При поражении листовыми нематодами лист покрывается полосками, желтеет, засыхает или загнивает. В сухих листьях яйца сохраняются годами. Если ваше растение посетило корневая нематода, поспешите снять с него черенки и укоренить, чтобы не потерять. Ну а если листовая, к сожалению, с растением придется расстаться, так как бороться с листовой нематодой с помощью инсектицидов сложно и практически невозможно. Возон после зараженного растения не забудьте обеззаразить. Конечно же, существуют и народные способы в борьбе с нематодами. Наиболее популярны это поддержать некоторое время в горячей от 50 градусов и выше воде. Таким способом можно, как мне кажется, сварить не только вредители, но и само растение. Ну а кто пробовал, пишите, делитесь своим опытом. Трипсы. Трипсы поселяются группами из желто-белых личинок и темного цвета взрослых особей на нижней стороне листа. Трипсы откладывают яйца в ткань листьев. Растение становится вялым. На верхней стороне листа появляется серебристый блеск. На нижней – бурые пятна. Опасны трипсы тем, что очень быстро перемещаются с одного растения на другое, при этом перенося вирусы. Стоит заметить, что трипсы любят тепло и при плюс 10 они малоактивны. Борьба. Инсектициды. Против взрослых особей. Но обработку обязательно повторяют через неделю уже против вылупившихся личинок, причем уже другим инсектицидам. Так как трипсы быстро адаптируются к химии. Против трипсов мне когда-то помогла октара. Но среди народных способов пишут, что трипсы боятся нафталина. Мучнистый червец – еще один из любителей полакомиться соками наших растений. Но радует то, что это сосущее насекомое легко заметить, в отличие, например, от паутинного клеща. На пораженных растениях появляется белое ватообразное выделение. На пораженных растениях необходимо знать, что вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия. Поэтому его часто можно встретить на суккулентах. Борьба инсектициды. Тля. Популярная насекомая. Поэтому как выглядит тля, я думаю, знают все. На растениях тлю легко заметить, да и растения вам расскажут об этом. Верхушки побегов деформируются, а листья скручиваются. Откладывать борьбу с тлюей не стоит, так как одна самка способна отложить до 100 личинок. Но еще большей плодовитостью отличается белокрылка, которая способна отложить до 280 яиц. Белокрылку также легко заметить, она похожа на миниатюрную моль белого цвета. И то и другое растение высасывает жизненно необходимые соки из наших любимых растений. Против этих вредителей существует огромное количество инсектицидов, которые успешно борются с ними. Ну и конечно же паутинный клещ. На мой взгляд, паутинный клещ наиболее коварный вредитель, видимо, поэтому он и заслужил отдельное видео. Самое главное помните, что приобретая новое растение в цветочном магазине, необходимо отправить его на карантин. Даже если вам кажется, что растение выглядит здоровым, я все же советую обработать его инсекто-акарицидом против вредителей и фунгицидом от болезней. Периодически осматривайте ваши растения, особенно с нижней стороны листьев, и не переувлажняйте грунт. Ведь именно от бесконтрольного полива появляется наибольшее количество вредителей в почве. И не забывайте о рыхлении почвы в горшках. При рыхлении почвы мы запускаем корням кислород и не даем развиваться яйцам и личинкам вредителей. Всем спасибо за внимание! Здоровых вам крепких цветущих растений и всего доброго!